Начало недели ознаменовалось крупной трагедией. В вагоне Санкт-Петербургского метро взорвалась бомба. С первых же минут начали звучать различные версии произошедшего, но в итоге сошлись на одной единственной – террористический акт. Взрыв забрал жизни 13 человек, не считая смертника. Более 50 получили травмы. В культурной столице объявили траур на три дня. Но скорбь окутала не только Санкт-Петербург, по всей стране прошли акции памяти. Коснулся взрыва и транспорта в целом. О событиях и последствиях трагического дня расскажет Айсена Бурнашова. Не было еще ни одного дня после теракта, чтобы по техническим причинам или из-за найденного бесхозного предмета не закрывали станции метрополитена. И всегда это были ложные сигналы. Как, например, это случилось со станцией Синная площадь. Два дня подряд ее минировал местный семиклассник по анонимному звонку в МЧС. Уважаемые пассажиры, по техническим причинам станция Синная и станция Достовинская закрыты на вход и выход. Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга случился 3 апреля на перегоне со станции Синная площадь и технологический институт. Жертвами теракта стали 14 человек. Более 50 пострадали. Нас это непосредственно коснулось, потому что представители азербайджанского народа, наши соотечественники, одна девушка погибла, и второй парень ранен. В момент взрыва в вагонах метро находились совершенно разные люди. Кто-то ехал с учебы, кто-то на тренировку, а кто-то, как жительница Якутска Марина Быстрова, возвращался к родственникам после прогулки по городу. В результате теракта она получила травмы кистей рук, брюшной полости и глаза. По линии МЧС в Санкт-Петербург прилетела старшая дочь якутянки Виктория Колесникова. Начала я звонить, она не поднимала. Я думала, ну может она где-то в автобусе едет, ну вряд ли она могла там оказаться. Как бы всю ночь я ждала ее звонка, когда она позвонит или напишет, так и не дождалась. И утром в 6 утра мне позвонил дядя, он сказал, что вот так и так, она уехала в метро и попала в этот теракт, что ее увезли в больницу. На данный момент она находится в реанимации пока что, состояние ее как стабильное, уже улучшается. Завтра обещали перевезти в обычную палату. Террористом-смертником в метрополитене оказался выходец из Кыргызстана, 22-летний Акбарджон Джалилов. Между тем появились новые факты из дела. 6 апреля совместными усилиями МВД и ФСБ России задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и еще 2 человека в Москве. В местах проживания этих лиц изъято взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции площадь восстания Санкт-Петербургского метрополитена. Огнестрельное оружие и боеприпасы. В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения. Уголовное дело по факту совершения террористического акта в метро Санкт-Петербурга продолжается. Вместе с тем и продолжается деятельность отзывчивых граждан. После теракта многие безвозмездно подвозили стоящих у остановок людей. В интернете распространился хэштег «Помощи домой». Рестораны и кафе Санкт-Петербурга бесплатно кормили всех нуждающихся. А жители и гости города шли сдавать кровь для пострадавших. До сих пор к двум станциям, попавшим под теракт, люди продолжают нести цветы и венки. Общее горе сплотило Петербург. 6 апреля возле станции Технологический институт состоялась акция памяти. Минута молчания объединила более 30 тысяч человек. Губернатор города Георгий Полтавченко выразил слова соболезнования. Мы вместе скорбим по погибшим, помогаем их родным и близким перенести горечь утраты. Мы вместе желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и делаем все для этого. Также выступили представители разных конфессий города, студенчества и заслуженные артисты России. В знак вечной памяти жертв теракта в небо выпустили 13 белых голубей. Алиева, Динара Санандаровна, Арышев, Максим Витальевич. Завершение акции памяти у Технологического института. Жители и гости города возложили цветы. Я думаю, что это не должно повториться больше в нашем городе. Люди сплоченные, поэтому все вместе объединились и будем до конца. Нашу родину никто никогда не победит. В этот день многие плакали, многие молча стояли, но каждый поддерживал друг друга. Санкт-Петербург – это город, который ни разу не стоял на коленях, который пережил и блокаду, и войну. И сегодня сплоченный город вновь дал понять, что нас не сломить, что терроризм не пройдет. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.